Здравствуйте, микрофон Яков Кротов. Перед воскресеньем, о прошедшей неделе. Что мне интересно. Замечательный в Грузии к вопросу терроризма. Прямая была трансляция, даже телевизионная. Грузинские полицейские молодцы. Террорист ворвался в банк, взял заложников с оружием, с гранатой, и потребовал, чтобы ему дали микрофон. Микрофон дали. И он выдвинул требование, во-первых, закрыть в Грузии все игорные дома. Потом же оказалось, минут через 15 установили, кто он. Естественно, Грузия страна не очень большая. Вот, и оказалось, что он продал две квартиры в казино. Значит, закрыть все казино. Все банки пусть снизят проценты по кредитам до семи годовых. И заложники, которые вовсе не сидели там скорчивались на полу, а гуляли по банку и переговаривались с ним, веселились. Говорят, ну, 7% тоже много. На что террорист очень обиженно заявил, что оба, брат, 3% ты сам проси. И, наконец, последний, третий пункт. Старики, пенсия небольшая, лекарства дорогие. Ограничить прибыль аптек с продажей лекарств 10% дохода. А то бабушкам не на что лечиться. Ну, как написала Елена Петросян, близкоучительница и совершенно замечательный в Фейсбуке автор юмористических ежедневных, не очень ежедневных заметок, советую посмотреть. Это Джоран Кейджиро. И она написала, страна поделилась на три лагеря. Один требовал немедленно ввести в парламент этого замечательного террориста. Второй надавать ему слегка по шее и отправить лечиться от алкоголизма. А третий настаивал на положенном наказании, потому что нечего. Ну, в общем, злоумышленник сдался. Полиция гордо объявила, что поймала, но пистолет был стартовый. Граната оказалась зажигалкой. Прямая трансляция, злодей сам ее устроил, собрала 11 тысяч лайков. И куча адвокатов бросилась его защищать, предлагать свои услуги. Теперь немножечко более грустная история, потому что, например, во Франции на прошедшей неделе там вышел такой казус. Полицейские остановили на улице очень темнокожего француза, который был без маски. В Париже с этим строго большой штраф. Но они не стали его штрафовать, они его стали прессовать, четверо мужичков. И он стал от них отступать. Оказалось, у него там небольшая фотомастерская. Он в нее забился, они за ним. И все прессуют, прессуют. А вот на их беду там оказалась видеокамера, потому что, ну, фотомастерская там на документы, терпыр, место такое, что мало ли кто зайдет. И он поставил видеокамеру, она все запечатлела. Теперь тонкость в том, что француз, ну, в общем, похож на алжирца. Но он француз, а французский гражданин. Никакого преступления, заслуживающего такого отмутузивания, он не совершил. Меня больше всего поразила реакция министра внутренних дел, который стал говорить, ну, видео, это все-таки надо еще подумать и посмотреть. Да что там думать-то, все видно. И реакция еще раз подтверждает, что Франция идет к насилию, что там и исламофобия, и ксенофобия со стороны белых, скажем так. Может быть, в случае большеноса. Главный признак француза – это довольно большой нос. Вот я в этом смысле чуть-чуть француз, хоть немного. Но на самом деле просто еще раз напоминает. Вот на этой же неделе к резиденции Меркель подкатили автомобиль с лозунгом «Долой глобалистов» и так далее. Ну что, теперь будем охотиться на автомобилистов. Мало ли кто под какими лозунгами выступает. Судить надо за действия, а не за слова. И если человек подогнал автомобиль с мерзким лозунгом, потому что глобалистов не существует просто-напросто, то не надо начинать хватать автомобилистов. О глобализме. Вера в то, что есть глобалисты, глобализм, который плетет заговор и хочет поработить человечество, уничтожить христианство. Это разновидность конспирофобии, вера во всемирный заговор. Она появилась в Германии в конце XVIII века после французской революции, когда французские аристократы бежали в Германию. Ну, единый не был, они бежали в разные княжества, земли. И там, пытаясь объяснить, почему они потерпели такую фиаско, они все валили на просветителей. А потом стали валили на масонов. А потом присоединили еще евреев. Так и появилась вера в заговор. В конце XIX века появилась знаменитая фальшивка протокола сионских мудрецов. Теперь не говорят сионские мудрецы, говорят СОРОС. Но это ровно то же самое. Что еще на этой неделе я узнал? Оказывается, одновременно с голосованием за президента в США в нескольких штатах проходили голосования изменения Конституции. Тут такой затык, что в русском языке мы говорим Штаты, но ведь это английское слово государство. Нет Соединенных Штатов Америки. Есть Соединенные Государства Америки. Федерация. Именно Федерация. А не Конфедерация. То есть выйти нельзя, но все-таки ты самостоятельное государство. У тебя границы, свои законы, свой парламент. Не чита российским. Похоже на Россию, но все же не Россия. То, что российские парламенты, местные университеты и прочее, это все фуфло. Это одновидимость. Местного самоуправления нет и не предвидится. А в Америке очень даже есть. И вот в штате Юта, в штате Небраска обсуждали, не вычеркнут ли из Конституции упоминания о рабстве. А где это там рабство? А там оказывается до сих пор пункт, что в числе наказаний преступника может быть отдача в рабство. И вы знаете, друзья, что 70%, ну, в Небраске 80% проголосовали за вычеркивание всяких упоминаний о рабстве. А 20%-то все-таки хотят рабство оставить. Но не вышло. Это ровно зеркальное отражение того, как в России, где 80% населения за Путина, за Крым наш, за бомбить Сирию, за америкосы тупые. А 20% вменяемых. То есть пропорции та же, только перевернутая. Еще из невеселых новостей мне сообщил один украинский анархист Анатолий, что в Беларуси не только там вот гнобят демонстрантов, жертвы фактически пока только одна, и то не напрямую по лице, а неизвестные лица. Лукашенко очень заметает следы. Но что всех анархистов белорусских за последний месяц посадили. Даже тех, кто не участвовал в демонстрациях. Я написал воззвание в поддержку белорусов. Оно есть у меня в Фейсбуке. Там ссылка, можно подписать. Прежде всего верующих, но и всех, конечно, тоже. Надежды у меня лично мало. Очень мало. Потому что атомная бомба в Кремле. И Путин, как он встал грудью на защиту Асада, так он станет грудью на защиту Лукашенко. Уже встал. Солидарность воронья. Солидарность рабовладельцев. Мы должны свою солидарность. Их солидарность на плоти и крови, на атомной бомбе. Наша солидарность на духе. Кстати, на прошедшей неделе Кипрская церковь, Синод Кипрской церкви признал каноничность Православной церкви Украины. До этого главный, ну, как принято у нас говорить, предстоятель Кипрской церкви сослужил с представителем Православной церкви Украины. А теперь все. И один комментатор заметил, что все равно это даже выгодно Кремлю. Мир православия разделится. Те, кто с Константинополем, с Украиной, канонической церковью. И те, кто с Московской патриархией. Я думаю, что, наверное, такое деление происходит и будет углубляться. Но в дальнем таком, в дальней перспективе Кремль проиграет. Потому что то, что стоит на нефти, как там у Пушкина, здесь русский дух, здесь нефтью пахнет. То, что стоит на нефти, это непрочно. То, что стоит на атомной бомбе, тоже непрочно. Я не знаю, как переменится. Но я думаю, что переменится. Потому что мы люди, а не просто горох. Поэтому, ну и плюс к тому, я очень все-таки надеюсь на Бога. Не на то, что Бог мне поможет свергнуть Путина. А на то, что он как-то так устроит, что без насилия. И мы все-таки вырулим. Потому что солидарность важнее, чем насилие. Не та солидарность, что вот миллиард выйдет на площади, топнет. А та, что мы все разом скажем, что нельзя гнобить людей. Нельзя иметь атомную бомбу. Нельзя есть человечину. Нельзя быть диктаторами. Если бы мы искренне и глубоко в это верили, передадим эту веру другим, то тогда у наших детей, у детей других людей будет просто знание, что так нельзя. А пока мы все-таки в целом исповедуем веру, что ради безопасности, выживания, денег и благополучия можно атомную бомбу. Но и имеем себе и, главное, другим на горе. Давайте меняться. Как это по православному-то? А, каяться. Каяться перед Богом, не перед людьми, что мы все-таки больше любим себя, чем других, больше любим безопасность, чем свободу, больше любим дисциплину, чем свободу, и больше любим потребление, чем творчество. Давайте творить свободу. Храни вас всех, Господь. Завтра в полдевятого прямой эфир, стрим на Ютубе. Буду рад видеть, отвечать на вопросы. Счастливо. Спасибо.